Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем курс изучения дисциплины микро- и макроэкономикой. Сегодня на занятии мы рассмотрим такую тему, как теория поведения потребителя. Вопрос, который мы будем рассматривать, это предпочтение потребителя и полезность, функция полезности и кривая, бюджетное ограничение его значения и уравнения, выбор потребителя, кривая цена потребления, индивидуальный спрос, кривая доход при потреблении, кривая Энгеля, эффект замещения и эффект дохода. Рассмотрим первый вопрос. Благо в теории потребления это любой объект потребления, приносящий определенное устойчивое предсказуемое удовлетворение потребителю, то есть превышающий уровень его благосостояния. Чаще всего благо потребляется не по отдельности, а в наборах, то есть в комплектах, в корзинах. Набор благ – это совокупность данных количеств, количеств данных видов благ, совместно потребляемых в данный период времени. Например, на данном лекционном занятии в данном случае я употребляю следующие виды блага – это интерактивная доска, микрофон, рубашка, брюки и, например, этот пульт и так далее. То есть это мой на сегодняшний момент набор благ. Далее, на рисунке представлено потребительское множество, состоящее из двух видов блага, то есть Х1 и Х2. То есть если это студент, то для студента хватает два вида блага, которые он часто использует. Если в учебном процессе, то есть это ручка и тетрадь. Если он приезжает в университет, то и тратит все основные средства свои на проезд и на питание. Дальше. Экономические решения при выборе благ продиктованы желанием покупателя достичь наибольшей выгоды или отдачи при имеющихся возможностях. Это выгода при потреблении, представляющей собой уровень благосостояния или степень удовлетворения потребности данного экономического субъекта, называется полезностью. Функция полезности – это соотношение между объемом потребляемых благ и уровнем полезности, достигаемым при этом потребителем. То есть функция полезности, то есть сама полезность, она обозначается таким показателем, как ютиль, и оно зависит от уровня полезности и количества потребляемых благ. Это может быть, ну, большой благ, то есть, например, сейчас жарко, вы хотите пить напиток, проголодались, купили, там, я не знаю, пирожок и так далее. То есть такие наборы благ и существуют. Дальше. Предельная полезность – это дополнительное увеличение общей полезности, получаемое при потреблении дополнительной единицы данного блага и неизменных количеств потребляемых благ всех остальных видов. Принцип убывающей предельной полезности. То есть предельная полезность любого вида благ уменьшается по мере роста его потребления. При этом количество потребляемых благ всех остальных видов остаются неизменными. То есть что это значит? То есть у любой вещи существует его предельная полезность. То есть, например, если вы купили ручку, по мере потребления данной ручки, как только начинает заканчиваться ее паста, ее полезность заканчивается, и вы просто выбрасываете данную ручку. Значит, кривая безразличия – это совокупность всех точек на графике потребительского множества, показывающие все возможные комбинации товаров, обеспечивающие потребителю один и тот же уровень полезности. То есть на рисунке представлены принципы убывающей предельной полезности, и на втором рисунке представлена кривая безразличия набора двух благ X и Y. То есть вы можете потреблять благо и Y 5 единиц, то тогда употребляете благо X в одной единице, либо 3 единицы благо Y и 2 единицы благо X. Ну, то есть, например, вы пьете одну чашку чая и 5 конфет потребляете при употреблении и так далее. Так, дальше. Следующий вопрос – это бюджетное ограничение. Всякий потребитель предпочел бы произвести тот набор товаров, который на карте кривых безразличий наиболее удален от начала координат. Однако не всякому потребителю это удается, поскольку потребители ограничены в средствах. Линия, показывающая доступный данному потребителю набор товаров, называется бюджетной линией. Его обычно записывают так. P1 умножен на X плюс P2 умножен на Y всегда меньше или равно I, что означает, что сумма затрат на все товары не превышает соответствующего дохода. То есть как строится бюджетная линия? Давайте с вами теперь это просмотрим, как раз последующие оставшиеся вопросы. Я приведу такой пример. Например, как студенты, вы, например, в основном потребляете два блага. То есть X блага – это у нас будет проезд. Так, Y у нас будет питание. Родители нам дают, например, в месяц тысячу тенге. Ой, в месяц, говорю, на один день дают тысячу тенге. И проезд у нас, цена проезда PX, она равна, например, у студентов 50 тенге. А PY – питание у нас уходит в день, например, 500 тенге на питание. Ну, где у кого-то больше. Соответственно, мы можем найти показатели X и Y. Как эти показатели находятся? Значит, X мы находим как I, деленное на PX. У нас получается тысячу. Мы делим на 50. Соответственно, у нас получается, сколько мы штук потребляем? Так, здесь, здесь. Так, 20, да? И Y у нас находится. I делим на PY. Получается тысячу. Делим на 500. Так, получается два раза. То есть, получается, мы 20 раз можем съездить на автобусе, и два раза мы можем покушать. И вот вы из этого блага определяете, что вам выгоднее. 20 раз, один раз покушать, съездить и так далее. То есть, этот набор очень большой и так далее. Может быть, вы здесь на проезд можете потратить такси, да? То есть, здесь можно написать 500 тенге за проезд. И, соответственно, у вас будет два блага X, два блага Y. Из-за этого вы тоже можете определить, что вам выгоднее. Один раз покушать и съездить на такси, либо наоборот, два раза покушать и пешком пройтись домой. То есть, или на автобусе проехаться. Теперь, как на основании этих данных мы должны построить с вами бюджетную линию. То есть, чертим кривую, показываем здесь Y, здесь X. И вот у нас Y, X значение у нас 20. Вот оно 20. Y значение у нас 2. Соединяем вот эти полученные точки, и мы получили с вами бюджетную линию. Вот она получилась, бюджетная линия. Вот это называется бюджетная линия. И какой набор благ вы потребляете? То есть, например, вы захотели здесь и здесь. Вот, предположим, вот точка у нас появилась. Оно соприкоснулось с кривой безразличия. Вот кривая безразличия. Вот эта точка в данном случае, точка А, она называется оптимумом потребителя. Теперь давайте посмотрим, что такое цена потребления и цена, доход, кривые цена потребления, доход потребления. То есть, мы с вами рассмотрели самое обычное, мы построили бюджетную линию и нашли оптимум потребителя. Значит, если у нас изменится какой-то из этих показателей, то есть, если изменяется цена, предположим, вот здесь у нас проезд стал не 50 тенге, а проезд изменился, и у нас стал он стоить, то есть, X1 у нас стал стоить, например, 100 тенге, то на 100 тенге вы уже не 20 раз, а только 10 раз проедете. И потом, предположим, уже проезд стал не 50 тенге, а 200 тенге, X2 у нас будет уже сколько, 5 раз только поездите. То есть, получается, вот. И на основании этих данных мы начинаем строить. То есть, на графике мы показываем, что у нас, вот, Y у нас остался неизменным, а X у нас поменялся. То есть, первое у нас было 20, потом 10 и потом 5. И вот здесь появились у нас различные кривые безразличия, которые соприкоснулись с бюджетной линией. Соединяя эти линии, так, сейчас красиво соединю, мы получаем кривую, которая называется цена потребления. Соответственно, ниже, если мы простроим график, так, здесь значение X здесь P, опустим на следующую кривую, соединяем вот эти вот точки полученные, мы получаем кривую индивидуального спроса. Кривая индивидуального спроса. Если теперь, если из этих вот показателей, которые представлены здесь на рисунке, у нас меняется такой показатель, как доход, то есть вместо, здесь, если мы сделаем 1, то у нас будет здесь доход, например, не 1000 тенге, а 2000 тенге, X3, ой, I3 у нас будет 3000 тенге, то, соответственно, будут меняться данные показатели. И мы их можем представить тоже в следующем графике, то есть здесь Y, здесь X, то есть значения уже X и Y тоже будут меняться, X1, X2, X3 появится, Y1, Y2, Y3 появится, но я не буду их рассчитывать, просто покажу на графике, то есть получается у нас вот так вот начинает меняться бюджетная линия. И соприкасаясь с кривой безразличия, у нас появляется новая кривая, которая называется доход потребления. опуская точки, здесь X, здесь I, так, пресекаясь, у нас появляется новая кривая, которая называется кривая Энгеля. Так, вот мы с вами рассмотрели, как строятся кривые цена потребления, кривая индивидуального спроса и кривая доход потребления, посредством которой строится кривая Энгеля. И у нас последний вопрос, остался такое понятие, как эффект замены и эффект замещения. Что такое эффект замены и эффект замещения? То есть, когда у потребителя меняются какой-то из вот этих показателей, предположим, у вас изменился, то есть подскочили цены, ну, предположим, вы всегда привыкли покупать мясо, цены на мясо подскочили, доход у вас остался неизменным, соответственно, вы начинаете, в целях экономии вашего бюджета, вы начинаете вместо дорогого потреблять что-то более дешевое. То есть вместо говядины дорогой вы начинаете покупать куриное мясо, то есть тут возникает у нас эффект замещения. И, соответственно, если мясо стоило 3 тысячи, а куриное мясо стоит 1000 тенге, у вас вот эти два эффекта, они работают одновременно. Соответственно, у вас доход, на данный момент вместо 3000, вы потратите 1000 тенге, и, соответственно, вы на 2000 тенге вы становитесь богаче. Вот тут появляется второй эффект, который называется эффектом дохода. То есть получается, вот эти два эффекта, они работают одновременно. На этом я заканчиваю наше занятие. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok